Не каждый взрослый, оставшись без поддержки родных, сможет найти себя в жизни, получить профессию и создать семью. Депутат Государственной Думы Лидия Антонова встретилась с выпускниками детских домов в Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина. На встрече ребята рассказали о своих успехах и целях, а также о том, где планируют учиться в будущем. По словам Лидии Антоновой, более 90% выпускников детских домов Подмосковья воспитываются, как правило, в приемных семьях или у опекунов. Однако по-прежнему остаются ребята, для которых воспитатели заменяют родителей. 3000 детей живут в детдомах. 300 человек учатся в высших учебных заведениях. Я считаю, это хороший результат. Это благодаря той программе и политике, которую проводит губернатор области. Вообще я хочу сказать, что в нашей области в течение ряда лет создана очень, я считаю, добротная законодательная база. Антонова уточнила, что на сегодняшний день социальные службы педагоги курируют выпускников детских домов вплоть до 23 лет. Помогают ребятам адаптироваться в обществе. Выпускники рассказали, чем планируют заниматься в будущем. У каждого в столь юном возрасте уже есть четко поставленная цель в жизни. Мир профессий, он очень велик. Он включает в себя тысячи различных и интереснейших специальностей. Самостоятельный выбор профессии – это второе рождение. Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит будущее человека, его место среди других людей. Юноши и девушки, которые пришли на встречу с Лидией Антоновой, входят в состав Совета выпускников Московской области. Депутат пожелала выпускникам успехов в профессии и в личной жизни. Быть счастливым человеком, найти свою половинку, чтобы и профессия, и личная жизнь, она как бы радовала. Потому что в этом смысл жизни человека. И чтобы ребенок, который появится уже в семье этих молодых людей, а он, безусловно, у них будут эти дети, чтобы они никогда не имели статус ребенок-сирота. Участники Совета выпускников – дети из разных городов Подмосковья. Коломна, Кашира, Ивантиевка. Всех их объединяет одно – желание двигаться только вперед, несмотря ни на что. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.